Здравствуйте! В эфире программа «Тайной разведки» в студии Екатерина Шергова. Российскую разведку часто обвиняли в том, что она проглядела подготовку Японии к войне 1904 года. Было ли внезапное нападение на Порт-Артур? Что знала российская разведка о японских военных планах? И почему российская контрразведка обвинила нашу же российскую прессу в пособничестве японцам? На эту тему мы поговорим с нашим сегодняшним гостем в студии программы «Тайной разведки» писатель, историк, автор книг «Белые пятна русско-японской войны» и «Русская разведка и контрразведка в русско-японской войне» Илья Деревянко. Здравствуйте, Илья Валерьевич! Здравствуйте! Все-таки, на Ваш взгляд, внезапность нападения Японии на Россию – это результат бездействия Николая Второго и министров или просчеты все-таки разведки? Ну, тут следует говорить не о внезапности нападения, а немного о другом. Дело в том, что все прекрасно знали, что война будет. Власти об этом знали, военная ведомство об этом знало, к войне готовились и стоят с другой стороны. Речь идет совсем о другом. О том, что Россия оказалась дезориентирована относительно того, что на самом деле будет представлять из себя эта война. Вот какая будет у Японии армия, как у честности и так далее. И здесь виновата разведка. А ни о какой внезапности речь идти не может. Ну, насколько верно утверждение, что Николай Второй не рассматривал Японию как серьезного противника? Ну, это не столько он не рассматривал, как его окружение. Да, в серьезных не считали серьезным противником. А сами японцы, они всячески вот это вот мнение поддерживали. То есть, что армия у них маленькая, слабенькая, и справиться с ней будет несложно. То есть, дезинформация с японской стороны была грамотная? Очень. А каково было состояние российской разведки накануне войны? Вот вы говорите, что вот это был просчет разведки. Вообще-то, разведка у нас всегда работала нормально. Не хуже, чем в других странах. Но в начале 20 века был, скажем так, определенный кризис. Не только в разведке, но и в военном ведомстве. Объяснялось это в первую очередь тем, что по инициативе министра финансов ВИТЭ были резко сокращены все военные расходы. И армия оказалась буквально в тисках нищеты. Хотя у обывателей либеральная пресса поддерживала совсем другое мнение. Например, я видел карикатуры в газетах тех времен, где военные с загребущими лапами расстаскивали государственную бюджету. В действительности это было совершенно не так. Вот если просто цифры привести, значит, по сравнению с 1877 годом, когда с Турцией воевали, расходы на армию, я имею в виду сухопутные только силы, и флота, значит, сократились более чем в два раза. Причем речь идет не о конкретных суммах, а о той доле, которую занимали военные расходы в государственном бюджете. То есть вот сама доля в государственном бюджете сократилась примерно в два раза. Вот разведку финансировали скудно, ну, например, главному штабу на организацию агентурной разведки выделяли, если не ошибаюсь, примерно 60 тысяч рублей в год. Значит, эти деньги распределялись между военными округами от 4 до 12 тысяч рублей на каждый. Исключение составлял только Кавказский военный округ, ему выделяли порядка 57 тысяч рублей для ведения разведки в Азиатской Турции. А Япония, в то же самое время, готовясь к войне с Россией, затратила на подготовку агентуры порядка 12 миллионов рублей золота. Разница, согласитесь, ощутимая. Да, безусловно. Ну, а в самой Японии накануне войны была своя агентурная сеть? Агентурной сети не было. А почему? Это вот все потому... А таки из-за недостановки. Ну, давайте лучше поставим вопрос по-другому. Вообще, как там была представлена наша разведка? Вот был там военный агент, как и в любой другой стране. Военный агент – это военный атташе, официальный представитель армии за рубежом. Они всегда являлись резидентами, эти военные агенты. Все об этом знали. Но до тех пор, пока их не ловили на связях с тайной агентурой, в общем-то, они спокойно пользуются всеми там правами дипломатическими, экстритальности, неприкосновенности и так далее. Если, значит, его уличали в связях с тайной агентурой, его немедленно удовольствовали из стороны. Ну, конечно, все они тайную агентуру вербовали. Просто в Японии было особое такое положение. Финансировали этого самого резидента более чем скудно, это мягко говоря. Тем более, что Японии не придавали серьезного значения. Кроме того, значит, он и сам не владел японским языком, и у него не было надежных переводчиков с японского. Вообще, в то время, единственный гражданин России, японецкого происхождения, который мог хорошо переводить с японского, особенно письменные документы, проживал в Петербурге. Был господин Тихань. Потом, во время войны, его отправили в действующую армию. Ну, и, допустим, вот нет у него, у этого военного агента, денег к организации тайной агентуры. Так, значит, общаться ему не через кого. Потому что те переводчики, которых предоставляли японцы, были, конечно, осведомительными японских спецслужб. А языка он не знал, как мы уже... Языка он не знал, ну и не будет же он сам бегать, вербовать, ну, поймите правильно. Вот, благодаря незнанию японского языка и отсутствию надежных переводчиков, он не мог пользоваться, ну, даже теми публикациями японской прессы, которые были ему доступны. Вот, хотя японцы, в отличие... Японцы и корейцы, в отличие от европейских государств, они ничего такого серьезного в печати не публиковали никогда. То есть, если появлялись какие-то данные по военному ведомству, то они были либо на 50 лет устаревшие, либо заведомо ложные. Ну, и вот и как ему работать? Его можно было сравнить со слепым, которого заставляют описать то, что он видит вокруг себя. В результате было принято решение, вот, перед войной, его поменяли, этого самого военного агента, или нет? Да, был сперва Ивановский, сын большого военного министра, потом его заменили на Самойлова. У Самойлова была такая же ситуация? Точно такая же. Он тоже не знал языка, он тоже не мог создавать агентурную сеть, или что-то изменилось? Ничего не изменилось. И подготовки специально он не имел, потому что в Академии Генштаба тогда вообще не читали специального курса по агентурной работе и по организации развития. А как же вот в разного рода исследованиях встречаются данные, что о том, что Самойлов как раз развернул очень активную деятельность в Японии, когда его назначили? Деятельность он развернул, только результат она не принесла. Так это была деятельность или иллюзия бурной деятельности? Это была деятельность. Он что мог делать, он делал. Допустим, он сумел завербовать, ну не завербовать, а склонить к сотрудничеству французского военного этажа и оборона Кравизара. И тот поставлял ему информацию, за что Самойлов написал представление в Петербург о награждении вот этого барона, орденом Святого Станислава в второй степени. Потом у него было еще чутье, конечно, врожденное чутье разведчика. Он чувствовал, что здесь что-то не так. И он доносил в Петербург, что, в общем-то, дело здесь не чисто, и что японская армия вовсе не такая слабая, как его хочет казаться. Но сети тайной агентуры он создать не смог по причине, о которой я уже говорил ранее. Кстати, еще немножко отвлекусь. Еще в 1902 году штаб Приморского военного округа поставил вопрос о создании сети тайной агентуры в Японии, Корее. Но главный штаб отказал из-за отсутствия финансов. Потому что тайным этим агентам нужно было платить. Платить было нечем. И Самулов, я тоже слышал такие утверждения, что ему удалось якобы создать сеть тайной агентуры. Нет, не удалось. Это было чисто физически невозможно. И главная тайна за семью печатями так и осталась тайной. А главная тайна была такая, сколько смогут японцы высадить на материк своих солдат и офицеров. То есть, грубо говоря, численность боеспособной части армии. Да, которая будет участвовать в боевых действиях на материке против России. Значит, по тем сведениям, которые японцы старательно подсовывали нам, да и не только на, в общем-то, европейские агенты, они были неосведомленнее русских в этом отношении. В общем, по вот этим сведениям, Япония могла, якобы могла, во время войны, всего поставить под ружье примерно там 370 тысяч солдат и офицеров, а на материк высадить за всю войну не более 10 дивизий. Это примерно 145 тысяч человек. Вот. Ну и, исходя из тех ресурсов, которые у нас были на Дальнем Востоке, командование вполне справедливо считало, что с такой армией справиться можно. Но уже не количество. Уже тем, что имеется в наличии. Тем более, что это не секрет. Может быть, это... Ну, для историков это не секрет, просто об этом почему-то не говоря, что японцы вот в ту войну выигрывали в основном за счет численного перевеса. Причем большого. Потерь у них были гораздо больше. Был, например, такой случай, когда казачья бригада атаковала японскую кавалерийскую дивизию в начале войны и целиком его вырвало поголовно. Если брать из расчета вот тогдашней численности дивизии и бригады, это примерно на одного казака приходилось приблизительно два с половиной самурая. Почему я говорю самурая? Потому что японская кавалерия, она именно из них и комплектовалась. То есть простые селяне туда попасть не могли. Там были как раз те самые самураи, у которых снимать много красивых фильмов. Так вот, наши казачки их вырубили очень просто, при этом не понеся практически потерь. После вот этого случая был изом приказ японского императора по армии, который запрещал японцам вступать в рукопашные схватки с русскими, если их меньше, чем трое на одного. Серьезно, был такой приказ по японской армии. И они ему четко следовали потом. Это как раз читало абсолютно обратные цифры, что численное превосходство было как раз на стороне русской армии. Удивительно. Это неправильная цифра. Они берут, вернее, это подтасованные цифры, скажем так. Берется численность вообще армии, которые вот там в европейской России и так далее. Правильно? Ну, и уж нужно еще подвезти на Дальний Восток за 10 тысяч верст по единственной железной дороге. А к началу войны, значит, соотношение сил было таково. У нас на Дальнем Востоке было всего 98 тысяч солдат-офицеров, которые были разбросаны небольшими отрядами на огромной территории радиусом более тысячи верст. А японская ударная группировка которая высадилась на материку, 4 армии, то есть это сила вторжения, они начитывали в своем составе свыше 350 тысяч человек. Ну да, ощутимая разница. Ну, представьте себе, да. Причем эти отрядики, которые были у нас, Куропаткина, которого потом винили во всех бедах, нужно же было еще собрать вот с 1000 верст, это сколько там, 1250 километров примерно, да? В этом духе. Их нужно было еще стянуть в одно место, собрать. Так вот, такой вот именно колоссальный перевес именно там, на Дальнем Востоке. Он и определил отступательную такцию Куропаткина. И то, что он не пошел к Порт-Артуру на выручку, он не мог пойти. Не с чем было идти. Какого рода информацию они поставляли, ну, Ивановский и Самойлов, все-таки накануне войны интересная в данном случае информация, которая исходила от Самойлова, в Петербург, которая уходила. Что именно он писал? Ну, Самойлов вот в конце декабря, буквально там за, буквально за месяц до начала войны, он послал в Петербург донесения, дословно процитировать не берут, но суть такая, что японская армия значительно сильнее, чем она пытается казаться, и она достигла определенных успехов в подготовке за последние годы. Ее готовили немецкие инструкторы очень активно. На это сообщение не обратили внимания? Нет, почему же? Обратить-то, может быть, и обратили, но все равно по численности получалось, что силы вполне соответствуют. К чему еще привело вот это заблуждение относительно подлинной численности японской армии? Привело это к тому, что все планы и расчеты военного министерства на период военных действий оказались неправильными, потому что исходили из ложных предпосылок. их пришлось спешно менять уже в ходе войны, что вызвало лихорадку, сумятицу при комплектовании снабжения армии и так далее. То есть, кроме проблемы численности армии, была еще проблема с оружием, с продовольствием? Не, ну правильно, на определенный один континг, где-то там, допустим, 98 тысяч нужно такое-то количество, правильно? Которое, кстати, было у них в Манжуре. А когда оказалось, что нужно увеличивать и делали это уже в процессе войны, в то время, как армия отступала по Манжуре с боями, кстати, ни разу не была разбита, между прочим. Даже под Мугденом ее не разбили. Да, бой был проигран, она отступила на спиннгальские позиции на 100 километров, но в полном порядке не разгром. То есть, не было какой-то бегства, там разгром. С началом войны произошли какие-то изменения в структуре разведки? Там, не знаю, изменились задачи? Руководство разведки на театре военных действий было передано командованию действующей армии. Но те же беды, которые преследовали разведку в мирное время, они повторились и в период войны. То есть, финансирование не было увеличено? Нет, ну, как-то увеличили, но нужно же было вот так сходу взяли, увеличили и сразу заработало. Так же не бывает. Наши подготовить кадры, хотя бы те же вот самых тех же самых агентов из числа китайцев, допустим, их же готовить надо. А первая разведшкола для китайцев появилась только уже, по-моему, в 1996 году, после окончания войны. Вот. И, кстати, все равно финансирование было недостаточным, потому что армии все равно продолжали снабжать. в соответствии вот с тем, что натворил Сорен Витте. И командование было, вернее, не командование, а руководство разведки было вынуждено отказаться от вербовки агентуры из числа китайских чиновников, промышленников и образованных слабонаселения. То есть, от тех, чьи услуги стоили дорого? Да, да. И кто мог принести какую-то пользу, действительно. А пришлось ограничиться вербовкой простых крестьян, которые, ну, сами понимаете, толка от них было немного. Да, конечно. А вот насколько правдила информация, что удалось привлечь к сотрудничеству французских журналистов и их каким-то образом завербовать? Ну, это правда. После начала войны в Японию стали засылать агентов, но, конечно, это были в основном иностранцы. вот именно там и журналист. Вот журналист Балэ, допустим, французский журналист Балэ считался одним из лучших агентов в наших тайнах в Японии. Вот, он действительно поставлял интересную информацию, вот, и работал он там до Мухдена. А потом, значит, когда во время наступления, после Мухденского поражения, был утерян обоз и часть обоза с делами разведотделения, где было его личное дело. И поэтому пришлось его срочно отозвать из Японии. Он приехал сперва в Петербург, потом на Дальний Восток, там война еще теплилась, но уже близко к концу. И какое-то время, там, месяц примерно, он читал лекции для офицеров штабов Мажутской армии, лекции о Японии. Кто еще работал из журналистов именно на российскую разведку? Ну, на самом деле, их там было много. Весь вопрос от кого был, кого какого не было. Вот так скажем. Вот, иностранцы, они приходили, многие сами предлагали свои услуги. Например, Гигис, он же Гедас. Он кем был? Он был камевоежером, якобы португальским подданным, потом вдруг оказался английским. Он был двойным агентом, работал и на японцев, и на наших. Значит, сперва его японцы заподозрили, что он двурушничает. Взяли его, выпорли хлыстом, 25 ударов хлыстом ему дали, но он не сознался, потому что знал, что его не пощадят. Тогда, значит, его выпустили японцы за отсутствие доказательств. И он пошел к русским, но с японцами не порвал. И вот работал на тех и на других, а потом уже наши посадили его в тюрьму, потому что он там был очень, ну, скажем так, они знали, конечно, двойной агент, но он еще стал шантажировать этих, китайскую агентуру, там, которая была в видении, ну, которая была в видении, можно сказать, так даже, да. Потом были очень большие подозрения, что он выдал японцам русского тайного агента Дехо Коллинза, гражданин Португалии. Японцы его казнили. Вот, ну, и, в общем, решили от него. А каким образом от него избавились? Посадили под замок. А, то есть, скажем так, его судьба сложилась несколько более счастлива, нежели судьба того же самого Коллинза. Конечно. Чем Коллинз был полезен для российской разведки? Ну, об этом данных нет. В принципе, вот эти иностранцы, за исключением Балэ, они информацию предоставили, скажем так, второстепенную. Потому что, ну, что-то где-то услышали, что-то где-то увидели. Вот, но в тайны японской армии проникать не могли. Вот за исключением, опять-таки, Балэ, у которого были хорошие связи среди японцев благодаря вот там предыдущей жизни и так далее в Японии. Вот, от него поступали достаточно ценные донесения. А вот, допустим, там говорят, что ценными агентами, я тоже где-то слышал, очень удивился. Были там Барбье, Шафражон и Мейер, он же Франк. Но это то и журналисты, тоже работавшие в Японии. Ну, да, типа того. Только по документам как раз выходит совсем другое. Донесения, которые от них поступали, реальной ценности не представляли. И в конце концов им просто сказали до свидания. Какие мотивы были у иностранных журналистов? Чисто меркантильные? Чисто меркантильные. То есть не было никаких там патриотических, помочь России? Нет. Нет. Они приходили заработать деньги. Вот и все. Японцев никогда не вербовали? Есть сведения, что кого-то там завербовали, только их имена не упоминаются документам развития деревни. Были ли вообще в этот момент у разведки свои герои? Известен подвиг рядового Рябова, Василия Рябова. Это был так называемый войсковой разведка, то есть не агентурная. Он значит служил по-моему в 84-м Чимбарском пехотном полку. вооружение Пензенской губернии села Лебедевка. И входил в так называемую охотничью команду. Охотничья команда это потом стали называться разведротами. Его послали в тыл к японцам. после сражения под Ляяном, когда наши оторвались от японцев на тридневных переходах, нужно было получить какие-то сведения о японской армии. Но, как вы понимаете, парню из Пензенской губернии выдать себя за японца или китайца весьма проблематично. Поэтому его, конечно, разоблачили и казнили японцев. Но он очень мужественно вел себя перед смертью. И японцев так это восхитило, что они оставили на видном месте послание, адресованное русскому командованию, где слагалась история гибели Рябова, где они выражали восхищение его мужества. Это значит послание попалось на глаза кому-то из военных корреспондентов и благодаря этому стало достоянием широкообщественности. На самом деле подвиг ведь солдата на войне измеряется не тем уроном, который он нанес противнику. Далеко, вернее, я поправлюсь, далеко не всегда он измеряется тем уроном, который нанес противнику. Потом в период Первой мировой войны вышла брошюра некого Любича Кошурова как раз о Василии Рябове. Ну, там, конечно, совершенно были фантастические истории, правда, их нельзя назвать полным вымыслом. Скорее всего, там обобщался просто опыт. Написанная эта брошюра была на основе, конечно, бесед солдатами, которые сами ходили в такие рейды, кто-то там чудово вернулся. То есть, в ней обобщался опыт в лице Василия Рябова, которому там приписывали совершенно вероятное приключение, обобщался опыт всех подобных ему войсковых разведчиков, которые садились на швей, они туда добровольно на эту разведку, знали, что это смертельно опасно. и вдвойне, потому что дело в Азии, они не могут выйти за местным жителем, то есть, только его увидят, сразу разоблачают. И тем не менее, шли, причем добровольцы. Ну, а вообще, можно говорить о том, что войсковая разведка, она была результативной? Или она вот описывает те обстоятельства, поэтому, что русский человек сильно отличается от азиата внешними данными. Как Вы уже говорили, разоблачение, если его увидят, неминуемо. Тем не менее, удавалось добыть какие-то сведения? Ну, удавалось. Конечно, удавалось. Но, сведения от войсковой разведки, от агентурной разведки, это же разные вещи абсолютно. Войсковая разведка, она в основном доставляет информацию о том, может, какая часть там находится поблизости, там, или... Ну, вот такого рода. А стратегическую информацию может предоставить только глубинная разведка. Иногда вот эти самые войсковые разведчики приносили захваченные ими японские документы, но здесь все опять упиралось в то, что у нас был всего один переводчик. Вот этот господин Тихай, который просто не справлялся с таким объемом работы, чисто, ведически. и пока документы доставят в штаб армии, где он сидел, пока, значит, он со всем этим делом справится, пока то, пока все, в общем-то, сведения успевали устареть. Отсутствие переводчиков с японского сводило на нет то, ради чего рисковали жизнью вот эти самые войсковые разведчики. То есть количество переводчиков с японского даже во время войны не увеличивалось? Ну, а так быстро японскому-то не обучить его человеку. Да, это понятно. Ну, к концу войны там прислали еще одного переводчика корейцев по национальности. Вот, не помню его имя сложено достаточно. Но это уже смысла не имело, потому что война там закончилась буквами через пару месяцев. А так вот этот бедняк Тихай, он один там, в общем-то, за всех и работал. Ну, отечественная разведка изработала не только вот в Японии в этот период, она довольно-таки долгое время существовала в Европе и, наверное, как-то активизировалась именно на японском направлении, но оставаясь в Европе. Ну, единственное, что могла добыть разведка там, в Европе, это сведения о заказах иностранным заводам, которые делали японцы. Но толку от этих сведений было немного, потому что заказали, допустим, японцы, у них же были проблемы с доставкой, даже еще больше, чем у нас. Заказали они в Европе, допустим, партию, ну, скажем, Галбис, да, ее сделали, ее же нужно еще довезти, доставить морем в Японию по огромному такому кругу, да, если еще русские грейсеры, они потом, ну, допустим, доставили. Потом, значит, из Японии ее нужно доставить под контрольные японцам порты в Корею или в Китае. А тут, значит, порвалось еще по территории Манжории, и только тогда не прибудут войска. То есть, фактически, вот эти заказы японские, сделанные во время войны, они могли прибыть в армию, ну, уже либо в самом-самом конце войны, там уже, когда уже заключали этот Порсманский мир, либо после ее окончания. Поэтому практического результата от того, что узнавала разведка в Европе, вот чисто практического, его быть просто не могло. Чем занималась заграничная агентура особого отдела департамента полиции? Ну, охранка, вы имеете в виду, да? Вот, ну, они занимались политической разведкой, то есть, выслеживали наших террористов, которые скрывались за рубежом, вот, источники финансирования, вот, потом, ну, это была политическая разведка, политический сыск. Но она играла какую-то роль, я понимаю, что Европа далеко от Дальнего Востока, но тем не менее. Определенную роль, может быть, и играла, но косвенную, скажем так. То есть, непосредственно на командование, для командования действующей армии, вот, для военного ведомства непосредственно, вот, их сведения, в общем-то, значения не имели. Но, с другой стороны, ведь, в общем-то, известно, что японцы, в числе прочих, финансировали Первую русскую революцию. Вот, в этом отношении там были предотвращены поставки закупленного уже, некоторые поставки. сумели предотвратить для уже закупленного оружия, которое шло в Россию для разжигания здесь. А у контрразведчиков были свои какие-то успехи во время русско-японской войны? Ну, были, конечно. Японцев поймали четверых переодетых в китайское платье на театре военных действий. Подполковник Юкока капитан Оки возглавляли, и там с ними было еще четверо студентов японских, которые в Пекине учились. Вот, а их отправили в тыл. Это были не столько даже разведчики, сколько диверсанты. Их отправили к нам в тыл, чтобы взорвать железную дорогу и телеграф. Ну, с ними была еще китайская прислуга. Значит, они проделали достаточно большой переход. Причем подполковник Юкока вел дневник, который, кстати, сохранился в архиве сперва разведотделения, а потом в военностерическом архиве, переведенный на русский язык вот этим самым господином Тихая. Пожалуй, единственный случай такого документа. прохождения. вот, сделать они, собственно, ничего не успели. Значит, неподалеку от станции Турчиха их остановил для проверки небольшой наряд пограничной стражи, пять человек. Вот, обыскали их у подполковника Юкова капитана Оки обнаружили Бигфордовы шнуры, взрывчатку и тому подобное. Подобные вещи их задержали. Значит, остальных отпустили. Вот, четырех этих студентов отпустили и китайскую прислугу, потому что при них ничего не нашли. Правда, их вскоре убили монголы. Они поехали в монголы и там их убили. А этих задержанных, их судьба какова? Повесили. А. Ну, по законам военного времени шпионов вешали. А были ли среди русских те, кто работал на японцев? Кого удалось разоблачить? Ну, есть информация, что из русских подданных, скажем так. Больше всех на них работала пресса, конечно, наша. Генерал Лухача Корович как раз писал о том, что русская пресса нанесла практически непоправимый ущерб наносила именно в погоне за дешевыми сенсациями. Они в открытой печати выдавали ту самую секретную информацию. Абсолютно верно. То же самое было в Японии, если бы, условно говоря, были бы переводчики. Нет. Почему? В Японии была цензура? Очень жесткая. Очень жесткая цензура. А у нас после манифеста известного на свободе прессии началось такое, что не приюди, господи. Вот. Но не только, кстати, вот, либеральные. Ну, либеральные газеты, они, во-первых, ну, все, что только можно было выдавать, выдавали. Потом поливали грязью нашу армию. Вот. В них печатались вообще поздравительные телеграммы японскому императору и так далее и тому подобное. То есть, это было вообще что-то невообразимое. Вот. Но даже официальное издание военного ведомства, например, газета «Русский инвалид», публиковали такие вещи, которые военное время просто подарок для любого шпиона. Ему не нужно кого-то там вербовать, бегать, что-то выкрадывать. Он взял газету, почитал, а там написано, что такая-то часть в таком-то составе передислоцирована туда-то или завершено комплектование такой-то дивизии, на Дальний Восток отправлена такая-то. Это что была? Глупость? Я бы сказал, головотяп, что с одной стороны и недостатки работы военной цензуры с другой. Потому что военная цензура у нас была тогда организована очень плохо. С виду казалось все вроде как бы солидно, вроде бы действительно ее организовали. А на практике получилось, что это не работало. Она не была усилена после русско-японской войны? После войны была усилена и цензура, и разведка, и контрразведка. То есть, скажем так, выводы были сделаны серьезные? Очень серьезные. А какие именно? Ну вот именно стали уже нормально финансировать разведку, контрразведку, улучшили организацию. Сделали нормальную военную цензуру. То есть, все вот это дело исправили. И в Первую мировую наша разведка, контрразведка работали очень даже хорошо. И даже перед Первой мировой. То есть, уроки русско-японской пошли, скажем так, не пропали даром, пошли на пользу. Вообще, по порту Артуру у японцев на самом деле были его планы еще с тех пор, как они его брали в штурм первый раз, когда он еще принадлежал китайцам, тогда, что он продолжался несколько часов, после чего китайский гарнизон частично разбежался, частично был перебит. Потом портатур отошел к нам, но суть-то его не изменилась. Там, понимаете, укрепление портатуры, в чем они заключаются? Он находится вот, как бы, на такой полянке, может быть, а вокруг него сопки, скалы и так далее. Короче, господствующие высоты. На этих господствующих высотах устанавливаются огневые точки, артиллерия, пулеметы и так далее. И, чтобы подойти к порту Артуру, значит, нужно пройти перегрестный огонь всех вот этих вот огневых точек. Японцы там уложили 100 тысяч своих солдат, когда вот брали его уже у русских. Это при том, что наш гарнизон был что-то не более 30 тысяч изначально, с самого начала. Вот, ну и сведения из порта Артура, ну что мог там донести Сиднее Рейли, допустим. План минозаграждений порта Артура по некоторым сведениям продал японцам корреспондент одной из либеральных газет российских, некто Рустам Бехтагеев. Вот такое дело было. Ну, а план вот этих самых сопок, там просто надо было выбивать оттуда русских, выбивать, выбивать, выбивать. Они огромной кровью, в общем-то, заняли потом эти высоты. И стали расстреливать уже в упор и гарнизон Порт-Артура, и стоящий на рейде русскую эскадру. Вот, по подсчетам военных специалистов, продержат, ну, через неделю примерно полторы, все там были по поголовной мечтой. то есть, вот, стейсель, которого обвиняют предатель, он предателем каковым не был. Вот, его можно упрекнуть в том, что он не выполнил до конца присягу, то есть, как русский генерал, он должен был погибнуть, но не сдаваться. Вот, а он сдался. Вот, этого можно было упрекнуть. Но в том, что вот, если бы там не было стейселя, то порт-актур бы еще держался. Ну, в таком утверждении, что если бы не было стейселя, порт-актур бы еще держался, нет никакого смысла. Потому что, когда японцы заняли господствующие высоты, оставалось жизнь там примерно на полторы недели. И все. Там бы никого не осталось просто. Понятно. Спасибо большое. О русско-японской войне мы беседовали сегодня с историком и писателем, автором книг «Белые пятна русско-японской войны» и русская разведка и контрразведка в русско-японской войне. Илья Деревянко, спасибо большое, что пришли. Это была программа «Тайны разведки». Ее провела Екатерина Шергова. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...